Мы приветствуем Мариса и интересуемся готов ли он к проверке, доверив ли он нам свои биополе на период сеанса. И я даю команду на счет 3, скэнер сканирует пространство над головой Мариса под ногами, скэнер сканирует систему тонких тел Мариса, находит все. Он чистый, но у него эмоции внутри. Эмоции внутри. Хорошо, включаем внутренний белый свет Марису. 1, 2, 3. И этим светом выдалит все негативные патогены, низкоабрационные энергии и эмоции, находящиеся в его биополе. 1, 2, 3. Свет пошел. Эти энергии выходят и формируется перед ним шар. Готов. Большой шар. Как мяч. Хорошо. Открываю под ним портал в галактическое ядро и этот шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Марис, вот так легко это все делать. Вы сбрасите вообще негатив каждый вечер из себя, который накапливается за день? Вы заполняете? Не особо, но пытаюсь. Просто я вам объясню. Когда этих энергий становится много, они становятся видимы для сущности. И сущности приходят с удовольствием ускорить этот процесс и еще больше негатива вас выработать. А этим негативом они питаются. Все очень просто. Или вы сбрасываете этот шар, или сущности приходят. Такой вариант. Защищать нужно своей энергией. Хорошо. Давай заправим Мариса. Сейчас. Посмотри, сколько ему нужно энергии. Какая частота вибрации? 350 и 25. И 25. На счетрию макушку головы Мариса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Марис? Полон энергии. И все. 5 минут дело. Сбросили негатив, заправили себя энергиями. Вот так это все делается каждый день. Вечером сбрасывается негатив и перед сном, и утром заправляете себя энергиями. Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в эту комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратору или учителю Мариса. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Мариса. Представьтесь, пожалуйста, как мне к вам обращаться. Благодарю вас за мое присутствие здесь. Обращайтесь ко мне, Полон. И я куратор Мариса. Приветствуем вас, уважаемый Полон. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваш подопечный. Сегодня мы проводили его проверку. Он чистый после чистки. Но, по-моему, не особо сбрасывает негатив в течение дня, потому что немножко там накопилось. Уважаемый Полон, у нас есть 10 вопросов, которые Марис написал своему куратору вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Именно для этого я здесь. Благодарю вас. Отвечу на вопросы и постараюсь разъяснить. Начинаем с первого вопроса. Кто я? Имеется в виду, скорее всего, какая, откуда моя душа? Кто я? Такой вопрос. Душа Юпитера. Юпитер. Это видно по твоим энергиям. И по моим тоже. Мы приветствуем представителя Юпитера в нашей комнате диагностики. Очень рады вам. Благодарю. Идем дальше? Или вы хотели добавить? Я ответил на вопрос. Идем дальше. Абсолютно верно. Второй вопрос. Какие энергии я несу? Энергии Юпитера похожи на неоновые синие потоки. Именно энергии Юпитера составляют твой стержень, наполняют тебя, твой дух и твое намерение. Энергии Юпитера находятся внутри тебя. Эти энергии дают тебе силу мысли, духа и принятие решений жизни на Земле. Энергии Юпитера. В этом и смысл руководить энергиями родными, находясь в состоянии гармонии, блага и баланса. Наполнять добротой и смыслом всё вокруг себя. В этом случае энергии Юпитера синего, светлого, как неон, но не такие яркие. В них больше синевы и полноты. Полноты цвета, когда они в балансе. Они гибкие и плавные. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Полон. Я перехожу к следующим вопросам. Почему на меня совершаются агрессивные нападения, особенно когда я сплю? Любые энергии нужно защищать. Это можно делать так же во сне. Всё зависит от того, какое намерение и какой силы твой стержень внутри тебя. Если ты произносишь слова, не вкладывая в них смысл, твоя защита не будет работать. А так же пожелания будут уходить в пустоту. Ты должен чётко понимать силу своего Духа. Если ты его понимаешь, тогда и сущности знают, что ты защищён и не подходят к тебе. Нападение идёт на любые энергии, а так же энергии Юпитера. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Полон. Я перехожу к четвёртому вопросу. Какое занятие желает моя душа на земле, чтобы она находилась в гармонии с душой, физическим телом, семьёй? Я бы хотела описать больше душевные качества для выполнения задач гармонии, нахождения с семьёй и балансе. Это доброта и принятие. Ты должен принимать людей такие, какие они есть. Не надо спорить, указывать им на их ошибки. Этим ты не поможешь им, только озлобишь и внесёшь неправильное понимание себя. Отпусти таких людей, согласись и иди своим путём. Если же эти люди тебе дороги, тогда объясняй им примерами и своим жизненным примером и действием, практикой. Покажи, как ты меняешься. Пусть они увидят эту мягкость твоей души и доброту. Только так придёт баланс и твоё признание. Это двухсторонний обмен. Признание тебя и признание тобой. Только так приходит понимание, согласие, баланс и гармония в семье. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый Полон. Пятый вопрос. Как устроить свой сон так, чтобы я спал хорошо и чтобы не было астральных атак, связи не повторялись? Так вот написал он. Хорошо. Ты должен чётко понимать, что над твоим местом стоит непробиваемый купол. Никем непробиваемый купол. Помни это, доверяй этому. Дальше ты установил и активизировал Меркаабу. Это универсальная защита. Ты видишь её, ты чувствуешь её, ты представляешь, какую силу она имеет. Но она не сильна тем, что она стеклянно, энергетически заряжена, железная или алюминиевая. Можешь представить золотой и любой другой материал. Меркааба выставляется твоим намерением. Насколько ты силён внутри, настолько сильна твоя защита. Настолько сильно видят её тот, кто нападает. Интерференты, они не глупы. Они не будут нападать, если они видят, что ты знаешь про них. И твоё намерение выставлено. Если ты прочитаешь манифест, то поймёшь, что там ты берёшь ответственность на себя и свои энергии. Энергии Юпитера. Ты защищаешь их. Всем своим сердцем. Всем своим духом. Ты выставляешь это намерение. Вот так делается и крутится Меркаба. Очень надеюсь, что ты понял, о чём я говорю. Благодарю. Благодарю вас за этот развернутый ответ, уважаемый Полон. Он действительно абсолютно точно описывает так, как надо ему поступать. И как работает это всё. Благодарю ещё раз вас. Перехожу к следующему вопросу, с вашего позволения. Шестой. Какая техника будет наиболее подходящей для меня и наиболее удобной для эффективного заземления? О, это лёгкий вопрос. Та же Меркаба. Если ты установил её, то ты понимаешь, что одним острым концом она идёт в Землю, а другим острым концом она идёт в космос, соединяя энергии Земли и космоса. Именно через этот тонкий конец ты можешь заземляться и также сбрасывать негатив. Всё просто. Благодарю вас, уважаемый Полон. Можем продвигаться дальше. Пожалуйста. Седьмой вопрос. Какой самый короткий и простой для меня способ услышать моего куратора? Самый простой способ гармонизироваться внутри себя. Представить и визуализировать свой стержень, который находится в балансе. Остановить мысли. Доверять месту, где ты это делаешь. Делать это всё, без сомнения, в позитивном настрое. Только так ты сможешь услышать, но сперва ты сможешь увидеть знаки. Только потом, сбалансировавшись и доверившись, ты сможешь слышать мои ответы. У тебя долгий путь до этого. Работа над собой, которую ты начал, должна продолжаться. Это не манипуляция и не действие каких-то определённых движений, после которых должна настать благодать. Нет, это проработка внутри себя, своей души и своей энергии. Настрой на позитивный лад, на гармонию и баланс. Чувствовать вокруг себя энергии, которые соприкасаются с твоими энергиями. Понимать свои защиты. Понимать знаки, которые я даю тебе. Мелкими шагами представлять и видеть энергии, сбрасывать негатив, подключать цвета чакр или же энергетических центров. Понимать, как они заполняются. Это всё маленькие действия, которые приведут тебя к определённым знаниям и замене твоего сомнения на то, что ты начнёшь чувствовать и понимать. Только после этого ты сможешь прийти к другим практикам, где ты сможешь услышать меня. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Полун. Восьмой вопрос. Как обезопасить себя? Я пишу аффирмацию и делаю меркабу. Я делаю всё, что могу, но на самом деле не работает так, как хотелось. Думаю, я ответил на этот вопрос. Вы уже отвечали. Можно верить во всё, что ты делаешь, без сомнений, и стараться чувствовать это, видеть цвета, без напряжений и ожиданий. Легко представлять, отпускать, не напрягаться. Благодарю. Благодарю вас, Полун. Перехожу к девятому вопросу. Что это за шум в голове и как от него избавиться? Выдавить как негатив. Это будет твоей домашней работой. Представь внутри себя белую энергию. Это энергия жива. Энергия каждого биоробота, которая активируется в самых трудных и в самых неожиданных моментах, где нужен запас, резерв. Пиороботу. Представь эту энергию, которая расширяется внутри тебя. Белая энергия жива. Выталкивает из тебя шум, негатив. Любые чувства и энергии патогенные и негативные, выводя их в шар. Представь, как выглядит этот шум, который выходит из тебя в шар, тонкой ниточкой, собираясь и покидая твою голову. Этот шар нужно скинуть в галактическое ядро на переработку. Для этого ты открываешь портал галактическое ядро, визуально сбросываешь этот шар и закрываешь портал галактическое ядро. Благодарю. Благодарю вас. Мы, в принципе, проводили его чистку. Он видел, как мы энергию живу выдавливали этот шар, даже сегодня выдавливали. Я у него спросил, выдавливает ли он из себя негатив, так как он был полон эмоций. Но, видимо… Он не выдавливает, он делает аффирмации. Он проводит практики и говорит слова. Понятно, не пропускает. Я имею в виду, что он не применяет теорию, а теория нужна для того, чтобы прочувствовать внутреннюю силу, которая защитит тебя и сделает гибким, смелым, понимающим, добрым и любимым для окружающих. Благодарю. Благодарю вас. А еще также можно любую боль выдавливать из себя, если что-то болит. Хорошо. Переходим к последнему, десятому вопросу. Хороший совет для моего ума от куратора, чтобы принести спокойствие моему уму. Так он сформулировал. Дадите ли вы ему какой-то совет от себя? Да, обязательно. Благодарю. Улыбка и позитив – это самая первая настройка для ума. Постарайся так, чтобы улыбаясь, улыбались твои глаза. Это будет искренний, позитивный настрой, с которого все начинается. Если этого нет, всегда будут лишние мысли, шум в голове, даже если твои губы расплылись в аскале. Улыбкой это не назовешь. Улыбка идет изнутри, от сердца, и ее видно в глазах. Постарайся начать с этого, чтобы твой ум настроился на позитив, радость. Что бы ни происходило вокруг себя, твоя сила, она внутри тебя. Активируй ее, поняв себя. Без этого ты не сможешь идти дальше правильным путем. Потренируйся, найди позитив внутри. Убери все тревоги и прошлые ошибки. У тебя впереди большой путь, интересный и познавательный. Начни с улыбки и позитива. Вокруг тебя уже много информации. Пользуйся практиками. Благодарю. Вопросов больше нет, уважаемый Полон. Если вы хотите сейчас активировать его стержень или добавить что-то от себя, это был бы самый лучший момент. Стержень активирован, как я уже сказала. Вы можете видеть энергии Юпитера у него и у меня. И я хочу добавить. Пожалуйста. Хватит теории, переходи к практике. Благодарю. Отлично. Остался маленький нюанс, уважаемый Полон. В этой комнате диагностики существует очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы делаем всегда один определенный подарок. В твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Полона передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Мне очень приятен этот подарок и я буду изучать его, наслаждаясь каждым объектом. Благодарю вас. Передавайте, пожалуйста, на этом месте привет вашему замечательному Юпитеру. Мы рады будем всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы со своей стороны сделать все, чтобы открыть им двери, в которые они дальше пойдут сами. Это отлично. Я сам проверил на себе и буду нести ваш свет на Юпитер. Благодарю вас. Распространяя этот прекрасный метод, подход и объект. Я имею в виду комнату диагностики для встречи со своим подопечным. Замечательно. Благодарим вас на этом месте. Нам остается пожелать вам всего наилучшего. Мы говорим до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе Марис захочет с вами еще раз пообщаться или познакомиться со своим высшим я по мере своего развития. В этом случае мы всегда приглашаем куратора. Прекрасное будущее. Благодарю. Благодарю я вас. Всего наилучшего и до скорых встреч. И рассинхронизируйся. Верочка. Готова. Хорошо. Марис, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили ответы на все свои вопросы. Да, очень много информации полезной. Я буду исследовать. Замечательно. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все это перешло на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Мариса в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok